Москва – крупнейший город России, растущий и развивающийся с каждым днем. Огромное количество людей ежедневно приезжают в столицу по делам работы, либо же насладиться видами мегаполиса в качестве туриста. Естественно, что в городе, в котором число жителей лишь по официальным данным превысило 12 миллионов человек, должно функционировать огромное количество вокзалов железнодорожного транспорта, а также аэропортов. Причем все они находятся в относительной доступности от основного средства передвижения в городе Миллионники – метро. Чтобы легче ориентироваться в том, какая станция московской подземки соответствует тому или иному ЖД-вокзалу или остановке общественного транспорта, отправляющегося в аэропорт, была создана карта метро, Москва 2017 секунд вокзалами и аэропортами. Столица России имеет три главных аэропорта – Домодедово, Демы, Шереметьево, СВО, и Внуково, ВКО. Они признаны соответствующими европейскому уровню качества и на высшем уровне ежедневно принимают пассажиров внутренних и международных рейсов. Существует специальная карта Москвы с аэропортами и метро. Домодедово, Шереметьево. Из Домодедово до Шереметьево, или из Шереметьево до Домодедово, можно доехать, используя частные такси, используя несколько аэроэкспрессов и подземку, при помощи автобусных маршрутов и подземного транспорта. Такси – довольно дорогое удовольствие, подходит пассажирам, совершающим переезд из одного аэропорта в другой ранним утром либо же ночью, в другое время суток пробки могут задержать поездку на несколько часов. Среднее время в пути составляет не менее двух – пяти часов. Стоимость поездки – от 1700 рублей. Звездочка – зависит от категории комфорта и времени суток. На заметку. Заказать такси можно непосредственно на стойке, онлайн на различных сайтах либо через мобильное приложение. Время ожидания подачи машины – от пяти до тридцати минут. Аэроэкспресс плюс метрополитен. С помощью карты метро Москвы с аэроэкспрессами и всеми аэропортами можно понять, какой путь предстоит проделать между выбранными транспортными узлами. В данном случае аэроэкспрессы на схеме представлены заштрихованной линией. От Домодедова на скоростном ЖД транспорте следует добраться до Павелецкого вокзала – 45 минут, далее от Павелецкой доехать до Белорусской. Весь путь по зеленой ветке – около 15 минут. Выйдя на Белорусской – сесть во второй скоростной поезд, следующий напрямую в Шереметьево – 30 минут. Стоимость поездки – порядка тысяч рублей. Звездочка. Время, затраченное в пути – около вторых часов. Автобусы плюс подземка. Самый экономный и длительный вариант переезда между аэропортами. Из Домодедова нужно доехать до Домодедовской – маршрутка номер 308. Далее до станции – речной вокзал, и следом на маршрутах 851-851-Ц. Автобусы – или 949-2-х М. Маршрутный такси – доехать до Шереметьево. Стоимость поездки не превысит 300 рублей. Звездочка. Однако на данный путь потребуется не менее третьих часов. Домодедова – Внуково. Из Домодедова до Внуково, и наоборот, можно проехать, прибегая к помощи частных такси, используя подземный транспорт и различные аэроэкспрессы, при помощи некоторых автобусных маршрутов и подземки. Обратите внимание, такси – самый дорогой вид поездки из одного аэропорта в другой, однако таким образом пассажир освобождается от головной боли в виде пересадок и изучения московского подземного транспорта. Стоимость поездки будет не менее 1100 рублей. Звездочка. Изменяется в зависимости от времени и класса комфортности. Время в пути – не более 2,5 часов. Аэроэкспресс плюс Метрополитен. Из Домодедова нужно доехать до Павелецкого вокзала. Время в пути – 45 минут, далее от метро Павелецкая, до Киевской, Зеленая ветка до Театральной, затем перейти на Синюю, далее перейти на Киевский вокзал и на Аэроэкспрессе добраться до Внуково. Стоимость поездки – около 1000 рублей. Звездочка. Время в пути – порядка вторых часов. Автобусы плюс подземный транспорт. От Домодедова на 308 маршрутке доехать до Домодедовской, затем на метро до Юго-Западной, а после на автобусах 611-611 ХЦ и маршрутке 45 доехать до Внуково. Цена поездки не будет больше 300 рублей. Звездочка. Время, которое потребуется затратить на дорогу, превысит 3 часа. Шереметьево, Внуково. Из Шереметьево до Внуково также можно добраться на такси. Стоимость не менее 1500 рублей. Звездочка. Среднее время в пути – 2 часа. Аэроэкспресс плюс Метрополитен. Из Шереметьево на Аэроэкспрессе добраться до Белорусского вокзала, далее с Белорусской, до Киевской, с Киевского вокзала на скоростном железнодорожном транспорте до Внуково. Цена поездки около 1000 рублей. Звездочка. На дорогу уйдет не более 2 часов. Общественный транспорт плюс метро. Из Шереметьево на автобусах номер 851-949 до Речного вокзала. Далее следует проехать до Юго-Западной. И после на автобусах номер 611-611 ХЦ до Внуково. Обратите внимание, если добираться до места назначения на общественном транспорте и метро, то цена за всю поездку – 250-300 рублей. Звездочка. Время в пути порядка третьих часов. Это самый недорогой вариант, но и времени уйдет больше на дорогу. Карта метро Москвы с новыми станциями в Москве на данный момент существует и активно функционирует 9 вокзалов. Все они находятся в непосредственной близости от станции метрополитена, и добраться из одного в другой можно просто следуя указаниям в подземке, в последовательности – ЖД вокзал, метро – вокзал. Белорусский находится неподалеку от станции «Белорусская» на пересечении кольцевой и зеленой линий метрополитена. Казанский, Ленинградский и Ярославский расположились возле метро «Комсомольская». Привокзальную площадь иначе называют площадью трех вокзалов. Здесь ежедневно сосредотачивается огромное количество приезжих гостей столицы. Местонахождение Киевского, неподалеку от метрополитена «Киевская» – это пересечение сразу трех линий – кольцевой, голубой и синий. Курский расположился возле станции «Курская» – кольцевая и синяя линии, и Чкаловская – салатовая ветка. Павелецкий вокзал находится на одноименной станции метро «Павелецкая». Найти ее можно на пересечении кольцевой и зеленой веток. Рижский находится не на кольцевой ветке, а на оранжевой, поблизости с одноименной станцией «Рижская». Савеловский можно найти на севере серой ветки метрополитена, на станции «Савеловская». Обратите внимание, из одного в другой вокзал, за исключением Рижского и Савеловского, можно добраться по кольцевой линии скоростных подземных поездов. Большую помощь туристам оказывает схема метрополитена, расположенная в каждой подземке и каждом поезде. Карта метро Санкт-Петербурга Что же в первую очередь посмотреть, будучи в Москве? Столица славится своим огромным количеством достопримечательностей, сосредоточенных больше в центре города. Красная площадь и Кремль – лидеры в рейтинге обязательных для посещения мест в Москве. Располагаются неподалеку от «Охотного ряда» театральной площади революции. Здесь же можно увидеть знаменитый «Храм Василия Блаженного», «Лобное место», «Мавзолей и Гум». Большой театр находится неподалеку от станции «Театральная». Воробьевы горы – изумительное по красоте место, станция «Воробьевы горы», которая находится не в подземке, а над землей, прямо над главной рекой столицы. Несомненно, нужно прогуляться по этому чудному природному массиву и по набережной Москвы реки дойти до парка Горького. Третьяковская галерея, метро «Третьяковская» и «Полянка». Большое разнообразие картин, представленных в галереи, не первое десятилетие привлекает толпы туристов со всего света. ВДНХ, находится на одноименной станции «ВДНХ». Здесь стоит посмотреть огромную железную ракету, символ прогресса, красивейший фонтан, дружбы народов. Московский зоопарк, старейший зоопарк России, начавший свою работу еще в далеком 18 веке. Находится возле метрополитена «Баррикадная» Краснопресненская, улица 1905 года. Москва – прекрасный город, как для туризма, так и для рабочих поездок. Довольно сложно разобраться с картой метро, так как огромное количество линий подземки, строящиеся новые станции порой способны запутать самих жителей столицы, что уж говорить о приезжих. Не потеряться в нем помогут советы статьи, а также карта Москвы с различными аэропортами, вокзалами и схемой метрополитена. Звездочка цены актуальна на июль 2018 года.